Друзья, привет! Накопилось много вопросов у всех. Одни и те же главные вопросы. Уже много раз их освещала в группе. Решила сейчас лично приехать в стоматологию и спросить доктора. Запишу вам видео. Я хочу представить доктора Рифата. Он здесь работает уже больше 15 лет. У него стаж работы, несмотря на его молодой возраст, как он выглядит, посмотрите, больше 30 лет. Доктор сегодня ответит на вопросы, которые самые часто задаваемые. Я все время получаю эти вопросы. Арина у нас переводит. Сергей Лёв. Да, Арина, менеджер этой клиники, она встречает пациентов, полностью стоит чуть ли не за ручку вместе с ними, когда доктор делает какие-то операции, Арина все переводит и полностью ведет клиента, встречает и провожает. Там мы часто задаваемый вопрос. Я приехал, хочу сделать себе все коронки, импланты поставить. И вот у меня есть какие-то нездоровые зубы, которые надо лечить. Как это лечение вообще происходит? Сколько за это надо платить? Когда выезжают пациенты, мы смотрим, какие у них зубы, то есть они здоровы или нет. Если есть кариес, то есть мы во время подточки эту кариес она уходит. Если есть что-то поглубше, тогда мы сделаем пломбу, да, либо же, как вариант, можно пролечить канал, да, если от этого требуется. И, в принципе, за 4-5 дней будет достаточно, чтобы сделать полностью весь рост. Самый задаваемый частый вопрос, как складывается стоимость? Окей, кидавить, я саппломала, сываю, я на солнце. Нужно сделать коронки, а там болезнь. Если вы делаете все коронки, так, мы проверяем, здоровый или у вас зуби, потребуется ли вам делать какую-то пломбу или лечение канала. Если 2 пломбы или 2 канала, тогда это входит все стоимость. Не нужно ничего доплачивать, но если у вас, например, 3 канала и больше, тогда нужно будет уже доплачивать. А заранее-то можно как-то просчитать? Заранее можно просчитать. Если у вас есть рентген с собой, да, тогда будет видно, то есть, если у вас какие-нибудь проблемы с корнями, поэтому рентген нужно обязательно. Такой вопрос к доктору. Вы мне посчитали, что я буду делать определенное количество имплантов, допустим, коронки мы все меняем, лечить зубы, успею ли я за 5 дней? Потому что в России это уходит месяц, два, три, пока они там вырвут один зуб, сделают какую-то операцию, потом подготовят, сточат, оденут временный, пока будут 3-4 недели изготавливать. Как вы за 5 дней можете это сделать? А если мне еще 5 канала нужно лечить? А если у меня костную пластику нужно делать, синус поднимать, десны у меня ушли? Как за 5 дней не успеваете? Это вообще возможно или все-таки нет? Это очень важно. Когда вы приезжаете на ваш первый визит, допустим, если у вас есть импланты, дайка, ронки и также разные операции для наращивания костей, то есть поднятия синуса, мы все это проводим в один визит, то есть на первый день мы поднимаем ваши зубы, соответственно, удаляем те зубы, которые идут под имплантацию, наращиваем костную ткань, где это требуется, поднимаем синусы. Ставим импланты и надеваем вам временные зубы на те зубы, которые у вас остались, то есть коронки именно временные на импланты сверху не надеваются, чтобы не навредить имплантам, а те зубы, которые ваши, конечно, мы их закрываем. Такая же процедура, она для турецких пациентов, также и для иностранных пациентов. То есть неважно, кто обратится в клинику, за один день первый делается с утра до вечера целый день все, да? То есть да, да. А сколько самое, я хотела сказать, большее время затрачено, в среднем затрачивается, чтобы вырвать там какие-то зубы поставить, импланты, операции костной пластики, сколько времени? Часов? Сколько проводят в первый день? В среднем можно сказать, что три часа как минимум здесь пациент точно проводит, да? Если есть имплантация, есть и коронки, есть и подточка. То есть со всеми операциями три часа в первый день? Ну, в принципе, в зависимости от того, есть ли вот это дополнительное наращивание костной ткани, или... А если лечение еще канала? Канал, когда всегда улучшают такие мигрики, висимусы лифляшки. То есть, получается, по времени в зависимости, если дополнительное наращивание костной ткани, какие-нибудь процедуры, да, тогда время будет чуть-чуть увеличиваться, ну, когда мы, например, снимаем слепки, да, для временных зубов, то есть на протяжении этого времени, пока мы ждем, да, с лабораторией, пока они сделают, мы делаем уже, соответственно, лечение канала ими. То есть можно готовиться что-то, с утра приехал, вечер уже уехал, у тебя уже гребеные зубы и со всеми операциями сделали. А почему, доктор случайно не знает, другие стоматологии делают это месяц, ну, минимум? В России никто за деньгей не делает. Я просто удивлен, что такое может быть. Кто-то видит так, как такое может быть. Он здоров, видишь. Правильно. Но есть еще, я не пробляю, что-то нет. Что так как пациенты, они же приезжают, у них ограниченное время, да, поэтому нужно все успеть. Доктора говорят, я готов целый день с тобой работать, это просто все равно невозможно, это надо ходить месяц ко мне. То есть они просто растягивают все. Да, да, да. Почему? Они говорят, такого не бывает. Ну, в России, говорят, такого не бывает, чтобы за один день можно было все сделать. Ну, если с утра до вечера делать, тогда можно все успеть. Доктор просто удивляется, зачем растягивать то, что можно не растягивать, правильно? Из каких материалов вы делаете коронки и делаете виниры? И там еще будут как разные вопросы. То есть получается, для коронок мы используем циркониевые немецкие блоки, да, они очень качественные. И так же, как и вариант другой, вторая опция это и макс виниры, то есть все как бы очень популярные, они тоже есть. То есть это тот же цирконий, только с фарфоровым наглением сверху. Но он считается как бы более эстетическим, но в то же время с помощью циркония мы тоже можем обеспечить ту же натуральность и прозрачность. Интересно доктор подметил, потому что у меня следующим вопросом как раз и был вопрос. В России очень популярное вот это и макс покрытие. Я хочу, то есть коронки из циркония с и макс покрытием, то есть вот этим фарфоровым, чтобы было более натурально. Но я так вижу по всем клиентам, которые со мной работают, с вами работают, с нами, они делают просто коронки из циркония без ЕМАКС и очень натуральные, но не отречить. Не обязательно переплачивать, да, ЕМАКС покрытие можно сделать очень круто и обычным. Такой вопрос часто, есть ли форс-мажор? Вот что вы будете делать? Улетать надо. Да, есть ли форс-мажор, но если у вас будет очень круто, то есть ли форс-мажоры, то есть ли форс-мажоры, то есть ли форс-мажоры, но это очень редко, но говорит доктор, что не было такого, чтобы кто-то пропустил свой самолет. Поэтому не переживайте. Если есть что-то такое, тогда мы даже ночью отстаемся и делаем все возможное, чтобы успеть. Я лично присутствовала в 4 утра, клиника раскрывает свои двери, пригоняется клиент, пока ему тут делают зубы, техник ему там что-то переделывает, потому что в 8 утра уже на самолет, и они всю ночь работают зубами. Я помню такое, помнишь? Это было классно. То есть никого еще не оставите, будете работать и днем, и ночью, и в воскресенье, если что, да? Да, круто. Какая гарантия на коронки импланты и какие гарантии в целом есть на ваше лечение? Еще и про страховку, я знаю, у вас есть какая-то страховка. Какие гарантии на материалы или лучшее? Что у вас есть? Импланты и зеркони коронки берешь? Никогда кого-нибудь берешь. Импланты и другой гарантии. Зеркони, мертвые, еще гарантии. То есть на импланты у нас на все разные марки, то есть независимо, это турецкие импланты, немецкие импланты, корейские импланты и другие, все они пожизненные. Что значит пожизненные? Импланты пожизненные гарантии. То есть в случае, если у вас не прижился имплант, да, если тело имплант, что-то случилось с имплантом, тогда вы приезжайте к нам, и мы вам безвозмездно меняем этот имплант. А если он не прижился, сразу такой вопрос, тогда неочередной, что делать, можно еще раз попробовать? В случае, если имплант не прижился, да, если такое случилось, нужно тогда подождать два месяца после того, как имплант достали, да? Если мы хотим поставить имплант на то же место, но если можно поставить имплант возле него, да, справа или слева, то есть можно сразу уже имплантировать возле него. На импланты гарантия пожизненная, вы выдаёте там какой-то сертификат или что? Да, да, конечно, на импланты мы выдаём паспорт с имплантами, там где наклеены наклеечки, все, и там есть пожизненная гарантия. То есть на коронке цирконевой у нас гарантия 5 лет. 5 лет? Отлично. Какие еще есть страховки на лечении какие-то? Ну, сделайте вы неплохо, прежде всего отвалило. Такое, конечно, вряд ли будет, но мало ли что. Да, конечно, для тех, кто желает застраховаться, да, мы можем сделать страховку от 6 месяцев до года, то есть есть разные варианты. Она покрывает что? Лечение? Эта страховка, она покрывает, в случае, если вы сюда будете приезжать, 500 евро на проживание и 500 евро на перелёт. То есть 1000 евро – это проживание и перелёт, и бесплатное лечение, естественно, да? Конечно. Я планты давить, корс, это гарантия омпланты, проблема, мне кажется, эта корс, она кашляет. То есть, если случились какие-нибудь форс-мажоры, эта страховка вас покрывает, да? Покрывает, да? Вы гарантию даете на импланты, и вот ее не сохранили, люди, что делать? Если имплант гарантия, то есть, если он уходит, он уходит еще, я бы сэкентулами, да, это. То есть, это не проблема, потому что, так как пациент у нас в системе, у нас все стоит. То есть, у паку пациента у нас есть дополнительно все, что было проделано, все наклеечки, поэтому это не проблема. Я вот здесь вот как раз очень хочу такой момент сказать. Очень часто мы делаем просчеты, и у людей уже стоят импланты. Да, хорошо сделаны импланты, хорошо сделаны коронки, но меняется весь рот, и хочется на этом импланте тоже коронку поменять, потому что она уже другого цвета, не той формы, ну, и чтобы не выделялась. И для того, чтобы поменять коронку на импланте, что надо? Нам нужно наклеечка, то есть стикер с маркой. Там на марке написаны размеры деталек, что это за детальки, потому что коронку можно открыть только там специальными детальками, ключиками, она на замочке крепится, да, вот на вот этот штырь. И если мы не знаем марки импланта, где мы как делали, то открыть вот это вот невозможно и что-то поменять. И самое страшное, что люди, ладно, забыли взять вот этот сертификат, голограмм, вот эту клейку себе домой, они потом звонят в клинику, а ее уже не существует, и где искать этот замок никто не знает. Каким образом, вот есть такие случаи, что все, вот мы не узнаем какая марка, можно как-то приехать, взять рентген, посмотреть, что это, или это не обнаружить, только вытаскивать, что делать? Имплант маркасы белый весь, и, кстати, он был один замок раньше, и маркасы не видны, не думают, да, а клинике кайбов, да, что делать? Что делать, посмотришь? То есть, в таком случае, если ничего не известно, тогда мы снимаем рентген, отправляем фирмы, с которыми мы сотрудничаем, которые привозят вот эти все детальки, да, и методом уже проб, которые есть у нас, да? То есть вы будете подбирать каждый ключик, да, чтобы что-то подошло? А если вы не подобрали? Уй, модель! То есть собрали все ключи со всех модельных клааков, там, начинаем. И что обязательно найдется ключик, который совпадет, потому что некоторые марки, ключик подходит под пару марок. Потому что они изготавливаются на одной-то фабрике, так как это разные названия. Если знать страну производителя, тогда уже все облегчается. В общем, начинается вот этот трудный поиск. Хорошо, то есть без ключика вот этого снять нельзя или все-таки можно снять и поставить мостик тогда? Сломать как-то можно? Я такие вопросы даже сталкивалась. То есть, если у нас есть имплант и возле импланта есть свои зубы, и мы не нашли вот эту марку и никак детальки не находятся, тогда можно сделать в этом случае мостик. Подпилив коронку, да, и сверху мостик. Да, подпилив коронку и делать мостик, не используя вот этот самый имплант. Чем отличается металлокерамика от циркония? То есть, какой материал лучше, какой куда делать? Кстати, в России больше металлокерамика популярна. Ну, циркония тоже, но более редкий, более дороже там, наверное. То есть, что в Турции где-то лет 20 назад тоже все делали металлические металлокерамику, то есть, а сейчас уже никто не использует металлокерамику. Почему? Потому что она неэстетическая, то есть, никто не делает, не предпочитает. Циркония более такой прозрачный, да, такой более натуральный, а металлокерамика просвечивает вот этот металл, да, мутный. Циркония, во-первых, он более надежный и более эстетический по сравнению с металлокерамикой. А по крепости? Ну, в принципе, металлокерами у!.. То есть цирконий, он более твердый и более такой надежный. Но металлокерамика, конечно, она используется на как бы более наживательных зубах, да, кто не видит, потому что эстетику нельзя. Ну, в общем, металлокерамика, можно сказать, такой, в прошлый время, 20 лет назад использовали, да. И надежно, и красиво, то это цирконий. Последние три пациента спросили меня раз по пять, одну и то же. Вы убиваете нервы под коронки, чтобы коронки поставить или нет? Многие зачем-то умертляют зубы, зачем? Ну, или наживы их надо ставить. Доктор говорит, что когда мы делаем коронки, если зуб здоровый, то тогда мы ни в коем случае не удаляем нет. То есть мы не делаем лечение канала, не депульпируем, ничего не делаем, потому что всегда лучше всего, чтобы ваш здоровый зуб оставался под коронкой, и вы сможете его использовать до конца вашей жизни. То есть когда вы пролечили, удалили вот этот нерв, это значит, что вы убили ваш зуб. И он уже под коронкой будет разрушаться. Да, и то есть срок использования уменьшается автоматически. То есть если вы уже лечили зубы и убираете под коронку, знайте, что рано или поздно придется поменять коронку. И это не потому, что там коронка не так сделана или не так качественно, а зуб изнутри уже мертвый, либо больной, либо сам по себе подвержен как разрушению влиянию. То есть у вас будут разрушаться, коронки надо будет менять. Но если это здоровый зуб, правильно я поняла, мы с этой коронкой просто сохраним этот зуб максимально долго. Да, но если, конечно, это требуется, если зуб уже там сгнил, конечно, канал делается. Что делать с рецессиями и десневыми карманами? Вот этот вопрос тоже один из в топ популярности. Вот рецессии, как у меня. Ну, я так и знаю. То есть это зависимость от того, насколько у вас большие рецессии, да? Если у вас маленькие рецессии, тогда, в принципе, сама коронка, она, ну, то есть мы делаем ее, чтобы она подходила вам под десну, чтобы закрыть вот эти рецессии. Большие рецессии у меня были. Да, чтобы закрыть рецессии. Но если нельзя закрыть коронкой, да, или это эстетически не смотрится, тогда есть разные операции, чтобы понаращивание десны. То есть, когда мы берем из неба, да, берем десну и тогда ее закрываем. Я делала вот эти вот операции, а потом еще ставила виниры, чтобы закрыть рецессии. А что делать, если бруксизм? И можно ли ставить виниры при бруксизме? И, наверное, третий вопрос, который, наверное, сейчас его первым задам. В чем разница между коронками и винирами? Когда можно поставить виниры, а когда можно поставить коронки? Чем они отличаются? Виниры и коронки. Первый вопрос. Виниры и коронки? Надо дать про бруксизм потом, про виниры и коронки, а потом... Я решила с конца вот так зайти. Нет, что-то сверкли, и черный ламин, а линия, и черный ламин, и черный ламин, и черный ламин. Если у вас идеальные зубы, они не исключены, у вас нет пломб, то есть живые здоровые зубы, но вы не доволен, например, например, цветом или формой бы вы хотели поменять, тогда в этих случаях мы рекомендуем виниры. Но если у вас они немножко кривые, у вас уже пролечены, есть каналы, пломбы, на такие зубы нельзя делать виниры. То есть коронки... То есть их нужно вот так вот подточить, и тогда уже сверху одевать коронку. Виниры – это тоненькая пластиночка, да, каркоровая, которая вот только на стеночке крепится. Она крепится, да, в переднюю. И зуб практически не оттачивается, да, он просто тоненько-тоненько... То есть виниры можно, ну, сохранить свой естественную зубу, окей, все, поняла. И если бруксизм, что делать при бруксизме, и можно ли при бруксизме впереди делать коронки или виниры? Бруксизм варса кастан, сис крон, локса винир не кавсиеда, сис? Крон, кавсиеда. То есть, если у пациента есть бруксизм, да, есть разные степени бруксизма есть, то есть очень уже запущенные варианты, есть и чуть-чуть полегче, легче формы. Но в любом случае нужно делать коронки, потому что некоторые пациенты, они даже ломают свои собственные зубы, то есть здоровые. Если собственные здоровые зубы ломаются, тогда виниры сразу поломаются. У меня виниры и сильный бруксизм, я сплю в капе. Да, то есть что мы можем сделать, чтобы избежать, то есть это обязательно ночная капа, которую нужно одевать, и можно сделать ботокс, то есть вот эти мышцы, да, чтобы избежать вот такой normally, вот такой ботокс, который колет в лицо, и в губы, или что-то другое? Нет, нет, это другой ботокс. У нас это ботокс. Шердор. То есть этот ботокс не связан с ботоксом, который для красоты колет, это не то, да? Нет, это совсем другой ботокс, который используется только для того, чтобы вот послабить вот эти мышцы. И сколько раз его надо колоть, этот ботокс? Никогда сколько он, японские километрики. Нет, ну что, тогда я не знаю, ботокс. Раз в 3-4 месяца нужно тогда подкалывать вот этот ботокс. Пожизненно? Да. А сколько стоит? Я не пробовала. А, вот, держишь. Я не знаю, ботокс уже стоил. Чемплят ферс, я хочу о маске. Тысячер. Цена? Качпара. Пару değişа, а что-то. Сейчас я беру, если я беру, то я беру, то я беру. Я беру, что я беру. Переведи. Я по-редски не знаю, смотри. То есть, что цена, она различается в зависимости от того, какой именно ботокс используется, да? Он разный, да? Ладно, хорошо, по ценам будем тогда индивидуально просчитывать. Хорошо, я подведу итог. Коронки при бруксизме нормальные мы делаем, но виниры делать нельзя, а не тоненькие вот эти вот пластиночки. Они поломаются. Спать с капой и желательно подкалывать ботокс, если сильный бруксизм. Если они сильные, как у меня, то можно просто хотя бы в капе спать. Обязательно. Капа – это такая очень мягкая резиновая, не знаю, такого материала. Очень мягкий такой, как резина. Одевается только на верхнюю челюсть, и я вот сплю и даже не чувствую. Тоненькие-тоненькие. То есть, вы можете изготавливать вот здесь всем, да? Следующий вопрос. Что лучше, мосты или импланты? Многие наотрез отказываются от имплантов, потому что боятся, вдруг они не приживутся, сделайте мне мосты. Но опять же, другая половина клиентов, они наоборот, я не буду делать мосты ни в коем случае, потому что тяжело заниматься, заниматься нахаживающее, в каждой зубе, что какие-то проблемы. Вы делайте мне импланты, каждый зубик это лучше. Что скажет доктор? Импланты или мосты? Нормально. Такие, дополнительно, там нет лица вместо лица и здесь была каааааааааааааааааааааааааааа? Тея начало делать, а ведь аплодатилеткер? А вот ищет примкаку, вот так вот, в площадке лица, но если мы будем под 컨Сн Denispa Итанта, либо дешевый, Доктор говорит, если соседние зубы, где у нас отсутствует зуб, они здоровые, то есть они там не пролечены, ничего и они еще нам долго прослужат, тогда он всегда за то, чтобы поставить имплант, чтобы соседние не стать человеком. Да, чтобы соседние зубы оставались, как они есть. Но если эти зубы у нас уже пролечены, то есть поломаны, с кариесом и тому подобное, тогда в любом случае они уже как бы не сильно здоровые зубы, поэтому делать мост будет более разумно. А почему более разумно, вот скажите? Потому что они хотят мозг, что лучше в кости, чтобы зуб был, чтобы кость не уходила. То есть получается зубы, которые уже с пломбами, они у нас более хрупкие, то есть процент того, что он может сломаться, то есть что-то случится, очень высокий. Поэтому, когда мы ставим коронку, то есть мы защищаем этот зуб уже, который пролеченный, чтобы он в будущем не поломался, да, с ним ничего не случилось, поэтому это более разумно. А как насчет сложности чистки, если мосты? То есть по мостике может что-то забиваться, да, какая-то еда или еще что-то, обязательно нужно использовать интердентальную щёточку, да, специальную для мостиков, которая изготавливается, она покупается в аптеке, да. Либо же используется очень тоненькая нить, которая называется суперфлосс, то есть обязательно нужно проходиться под мостиками, чтобы вот все тщательно... То есть если ты делаешь мостики, то надо обязательно просто включать на тысячу процентов слежения за зубами гигиену вот эту вот. То есть вот эти вот элементы такой вот 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 цикл... Так вот, я вообще не хочу. Так вот это, особенно, я преподаю, но это два баса, это consciousness. То есть ничего такого супер не добавляется, просто единственное, что оно потоньше, да, то есть миллиметр поменьше, чтобы под коронками проходило. И тут у меня такой вопрос, и он так прям плавно, смежно перетекает, потому что ответ будет практически такой же, я уже знаю. Многие люди говорят, что после того, как они сделали коронки, там, венгир, подпиленные зубы потом начинают пахнуть неприятно. То есть ты одеваешь коронку, и идет какой-то неприятный запах. Отзывов таких очень много в интернете. Почему так происходит? И действительно ли это так? Что сделать, чтобы не было вот этого? Доктор говорит, что как я за собственными зубами, нужно хорошо следить, да, и тщательно вычищать. Так же, как я говорила, с помощью нитки. То есть даже наши собственные зубы, когда у нас есть, они тоже будут пахнуть, если мы хорошо не смотрим. Так же и с коронками, тогда нужно более тщательно все вычищать, и тогда, в принципе, никакого запаха не будет. Если это не связано, ну, ни с каким проблемами, то есть с желудком и тому подобное. Обязательно нужно пользоваться, там, ирригатором, щеточками, ниточками, хорошими специальными щеточками, вот, и щетки как... Очень обязательно чистить правильно зубы. Да, правильно чистить свои здоровые зубы. Но люди, которые сделали себе красивые зубы, виниры, коронки, зубы всегда белые, они всегда чистые. И они просто забывают их чистить, вот, начинают игнорировать чистку. И, естественно, за такими зубами нужны еще тщательный уход, да, а люди его начинают еще больше игнорировать. И поэтому запах, правильно? Так же, как и в жизни, нам нужно смотреть за своими собственными, за здоровыми зубами. Если вы думаете, что вы сделаете до лечения, то есть поставите все импланты или коронки, и вам не нужно будет больше смотреть. Они будут идеальны Вы не будете ухаживать за ними Такого не бывает Так все делают Были желтые, хоть как-то их каждый день чистишь А тут выходишь уже с клиники Белые, белоснежные, красивые зубы И забываешь просто Ты смотришь в зеркало, у тебя все чисто Все красиво, все сверкает И думаешь, ну и зачем их чистить Водой прополоскал и пошел И вот из-за этого начинаются проблемы Я так думаю, правильно? Это не значит, что это конец И все, можно уже забыть Можно ли пользоваться ирригатором Заместо нитки? Или все-таки нитка в любом случае Придется прям как-то бить? Десятый день, я не знаю, что мне делать Ты избегаешь Я избегаю, да Для меня тяжело Но надо учиться, я согласна Вот я купила нитку, самую тонкую Но она разрывается И вот эти кусочки Слишком плотно зубы сидят И у меня нитки вот эти вот остаются Их потом вытащить из зубов не могу Бывают какие-то сверхтонкие Не пойму Если зубы очень плотные Как нитку туда просто? Я не знаю, так и я Я не знаю, так и я не пойму Не знаю, не знаю, не знаю. Диши очень сильные. Есть специальные ниточки, которые сверху покрытые как бы от свечки. Они такие гладкие, как ващенные. Ващенные. Да, да, специальные, тогда их проще вытаскивать. Сейчас надо попробовать такие. Потому что есть, знаете, нитки и много-много-много ниточек вот как будто переплетены. И я начинаю, ну вот через один зуб у меня влазит, через один нет вообще не могу пройти. Но там где вот я могу, потом эти нитки долго вытягиваю изо рта. Час сижу. Мне сказали в аптеке это самая тонкая. Эльзанде Эллин дёплона не алмыш, а майониды? Момный. Эльзан. Да, да. Эльзан. 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 И даже если вы планируете лечение, обязательно после лечения не забывайте о том, что нужно ухаживать дебилами. Согласна, у нас была клиентка, которая два месяца жаловалась на то, что у нее все десна воспаляются постоянно. И помнишь, у нее десна вверх пошла. Оказалось, что она просто их не чистит. Она игнорирует нитку, игнорирует эллигатор, неправильно вообще чистит в принципе зубы. А, кстати, может быть, доктор покажет нам, какие движения надо делать, как правильно чистить зубы? Конечно.